Мы уже рассказывали о том, как в школах нашего района прошли выборы лидеров школьного самоуправления. Еще за месяц до дня голосования началась предвыборная кампания. Кандидаты встречались со своими избирателями, излагали предвыборные программы, отвечали на вопросы. И вот выбранные президенты самоуправлений школ приступили к своим обязанностям. Они были приглашены на заседание ученического совета при главе района Романе Синеговском, чтобы поговорить о важных для них вопросах. Первое заседание совета стало для всех приглашенных ребят волнующим событием. Сегодня мы посвящаем вас, дорогие ребята, члены ученического совета Славянского района. Помимо того, что это ответственная и важная, скажем так, миссия, это еще и интересно и для самореализации, и очень важно для вашей школы. Самое главное, что поняли учащиеся, что здесь рады их видеть и работать вместе с ними над решением школьных и молодежных проблем. Конечно, многие из них делают лишь первые шаги в качестве избранных лидеров самоуправления школ. И поэтому им очень нужна поддержка со стороны руководства школ и районной власти. Вы, являясь сегодня лидерами, президентами своих школ, вы должны четко понимать, чего же от вас, в принципе, хотят, какие ваши задачи, что вы должны улучшить, внести, может, что-то новое, что-то развить. Поэтому я уверен, что сегодня мы послушаем, чем вы занимаетесь, что получилось, что не получилось, поставите задачу на перспективу. Роман Синеговский по душам поговорил с ребятами, посоветовал им больше думать, анализировать возникающие в жизни ситуации, учиться общению с людьми всех возрастов, умению слушать и слышать. И только тогда им будет легче добиться успеха. Также он призвал их заниматься физкультурой, спортом, вести здоровый образ жизни и тем самым быть для всех положительным примером. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко пожелал ребятам быть активными и творческими и постоянно держать руку на пульсе школьной жизни. Не стесняйтесь обращаться с вопросами. Поверьте, любые вопросы они решают. Надо их под разным ракурсом рассматривать. И не бояться предлагать какие-нибудь авантюрные идеи, потому что любая авантюрная идея, она под собой носит какой-то интересный формат, тот, что может нам помочь. Была озвучена информация о работе ученического совета за последний год. В его активе множество интересных и важных мероприятий разной направленности, как на уровне школ, так и всего района. Для выборов нового лидера ученического совета при главе района несколько ребят предложили свои кандидатуры. Они рассказали о себе, поделились планами на будущее в случае избрания на эту должность. Председателя выбрали открытым голосованием. Им стала Елизавета Фоменко из пятой школы. Всем членам ученического совета Славянского района были вручены специальные удостоверения. Принят план работы, в котором учтены пожелания и свежие идеи собравшихся. Ребята будут работать при содействии всех заинтересованных районных служб. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».